В 1983 году американский психолог Говард Гарднер опубликовал книгу с теорией о том, что существует 9 типов интеллекта. Чтобы понять эту теорию, рассмотрим проблему совета города Ньютаун, который хочет построить мост через опасные железнодорожные пути. Но есть сильная оппозиция со стороны некоторых граждан, которым не нравятся перемены. Несмотря на демонстрации, совет соглашается идти вперед, а затем нанимает команду из 9 экспертов из Smart & Co. для выполнения работы. Давайте представим каждого из них. Мисс пространственная интеллектуалка. В молодости много играла в прятки, и она обожала головоломки. У нее много фантазии и представлений о формах. Ее работа в проекте заключается в планировании, проектировании и создании прототипа. Мистер природный умник, натуралистический интеллектуал, любит деревья, и у него есть отличные идеи о том, как минимизировать воздействие моста на окружающую среду. Он начал задумываться над этим вопросом с тех пор, как впервые пошел с отцом в летний поход. У него появилась страсть ко всем живым существам. Миссис, логико-математическая интеллектуалка, ботаник. Она всегда была такой. На детской площадке она уже рассчитывала, сколько ведер с песком необходимо для строительства самого большого замка. В школе она была мастером по шахматам, и все ею гордились. Она подсчитает затраты, изучит вопросы безопасности рабочих и оценит необходимое сырье. Ее волнуют бюджет, ресурсы и риски. Миссис, межличностная интеллектуалка, организует городское собрание и приглашает на него всех жителей. Она всегда хорошо ладила с людьми. В детстве она проводила большую часть времени на улице со своими соседями. В подростковом возрасте мама объяснила ей, что большинство людей хотят добра, даже если им трудно показать свои чувства. Сегодня ее все любят, и она прекрасно справляется со своей работой, убеждая всех, даже самых ярых противников. Мисс лингвистическая интеллектуалка ведет дневник с раннего детства. На уроках математики она писала стихи, а во время экскурсий не разговаривала с другими, а изучала путеводитель. Для большого собрания в мэрии она пишет убедительную речь, наполненную неопровержимыми фактами, большими чувствами и хорошими метафорами. С юных лет Джимми, экзистенциальный интеллектуал, умел говорить и развлекать. Сегодня он демонстрирует свои навыки на сцене. Он начинает свою речь с личной истории о своем коте, который однажды потерялся на железнодорожных путях. Затем он приводит все аргументы с такой страстью, что всем жителям остается только согласиться с планом. Мисс лингвистическая интеллектуалка с удовольствием наблюдает за результатами своей работы. Теперь, когда начинается строительство, мистер телесно-киностетический интеллектуал готов довести дело до конца. Даже дети вдохновлены его силой и хотят помочь. В перерывах он играет в футбол со своей командой. Это учит его навыкам равновесия, которые впоследствии пригодятся ему для работы на высоте. Мадам внутриличностная интеллектуалка много знает о чувствах, наших страхах, радостях и гневе. Она узнала это из собственного прошлого, когда начала размышлять о себе. Но она также много читает о чувствах и разговаривает со своими друзьями об их эмоциях. Во время строительства она является позитивной силой, мотивирует тех, кто чувствует себя подавленным и разрешает напряженные ситуации, которые могут возникнуть при совместной работе. Пока все заняты достройкой моста, миссис-музыкальная интеллектуалка пишет песню для торжественного открытия. Она любит музыку с тех пор, как начала играть на фортепиано. Позже она перешла к хип-хопу и джаз-дэнсу. На церемонии открытия моста она и ее группа исполняют песню. Это была фантастическая командная работа всех девяти членов группы Smart&Co. В 2016 году Гарднер заявил, что рассматривает возможность добавления педагогического интеллекта. Что вы думаете об этом? Прав он или нет в отношении этих типов? Или IQ, EQ – это лучшие способы классификации? Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете о теории интеллекта в комментариях ниже. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Поддержите наш проект на патреоне. Патреон. Слэш. Сколус. Ваша поддержка очень важна для нас.